Публичное слушание приветственным словом открыл председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Он огласил регламент заседания и обозначил основных докладчиков. Решение Совета депутатов от 23 мая этого года о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, а также сам отчет были опубликованы в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Матищи, в газете официальной Матищи 25 мая этого года. Об исполнении бюджета городского округа Матищи за 2018 год рассказала Ирина Шутовская, обратив внимание на основные параметры распределения доходной части за два предыдущих отчетных периода. Так, по итогам прошлого года Матищи заняли второе место по объему налоговых и неналоговых поступлений. В 2018 году доходы бюджета городского округа Матищи составили 12 миллиардов 58,9 миллионов рублей, что на 1 миллиард 427,8 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. 57,4 процента в общем объеме доходов бюджета округа занимают собственные налоговые и неналоговые доходы, которые составили 6 миллиардов 918,3 миллионов рублей. Матищи – один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов Московской области. В 2018 году расходы бюджета составили 12 миллиардов 171,5 миллиона рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства было направлено 1 миллиард 338,3 миллиона рублей. Благоустроено 197 дворовых территорий, отремонтировано 457 подъездов. Более миллиарда рублей выделено на развитие культуры и спорта. Расходы на образование на протяжении многих лет являются наиболее емкой статьей. В прошлом году они составили 6 миллиардов 165,9 миллиона рублей. Это половина бюджета всего округа. Перед слушателями выступили руководители управления Федоскина и Матищинская, а также микрорайоны Пироговский. Они рассказали о том, какие программы были реализованы на их территории. Самая затратная программа – это формирование современной городской среды, которая составила 105,5 миллионов рублей. Это в программу вошло и благоустройство территории, ремонт подъездов, содержание колодцев, содержание детских площадок, реконструкция 9 детских площадок, комплексное благоустройство, содержание и ремонт контейнерных площадок. Ну вот все то хозяйство, которое, собственно, лежит на наших плечах. В целом денежные средства были направлены на такие программы, как дорожное хозяйство – 1 миллиард 221 миллион рублей. Безопасный регион – 48,8 миллиона рублей. Программа экологической реабилитации реки Яуза – 63 миллиона рублей. По итогам внешней проверки можно сделать вывод, что серьезных нарушений при составлении отчетности не установлено. Фактов недостоверных отчетных данных, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных осинований, не установлено. Однако отмечу, что отдельными главными распорядителями были допущены незначительные нарушения, которые носят преимущественно технический характер. На достоверность отчетности они не повлияли. По итогам состоявшихся публичных слушаний ко всем присутствующим обратился глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Мы прирастаем с каждым годом огромным количеством муниципального имущества. Это школы, детские сады, это новая дорожно-транспортная сеть, это новые объекты ЖКХ, те же самые детские площадки. Все это требует обслуживания. То есть мы фактически увеличим объем имущества, которое необходимо обслуживать. И затраты на обслуживание, ну в среднем, например, такая школа, как 31, 32, 33, это примерно 60-70 миллионов в год. Мы таких объектов получаем по несколько, и с каждым годом у нас затраты возрастают на 200-300 миллионов только на одно обслуживание, это как минимум. Задача, которая ставится сейчас, это дальнейшее развитие округа и создание условий для комфортного проживания мытищенцев. Ведь мы должны не только сохранить, но и в дальнейшем соответствовать статусу мытища, благоустроенный город. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День».